Всем привет! С вами снова Стелла, и мы с вами возвращаемся к теме блогинга. В сегодняшнем видео я поделюсь разнообразными причинами того, зачем нужно вести блог. Расскажу о разных плюсах, минусах и бонусах, что самое главное, которые мы получаем, когда ведем блог. И эти бонусы, эти плюсы, эти причины, некоторые из них будут лежать в какой-то такой эмоциональной зоне, некоторые будут лежать более в материальной зоне. Некоторые будут связаны больше с какими-то личными делами, какие-то будут связаны более с какими-то рабочими бизнесом. И даже в качестве бонуса припасла одну причину, по которой не стоит заводить блог. Так что оставайтесь до конца. Причина номер один завести блог, это то, что у вас есть какая-то область ваших интересов, ваша какая-то такая страсть, хобби, увлечение. И вы достаточно много времени тратите на это хобби, и у вас есть огромное количество информации, которую вы хотите поделиться. Может быть, вы являетесь экспертом в этой области, может быть, вы просто являетесь человеком, который много чего про это знает, и вам есть что рассказать. Здесь важный момент, что вас не должно останавливать то, что уже какие-то проекты или блоги или что-то, что-то уже существуют в этой сфере. Достаточно того, что у вас есть много знаний, и у вас есть желание этим знаниями делиться, и у вас есть желание сделать так, чтобы какие-то другие посторонние люди могли этих знаний от вас набраться. Потому что у каждого человека своя индивидуальность, своя подача, свой подход и даже зачастую какие-то свои знания, свои какие-то секретики, лайфхаки и так далее. И каждый человек всегда может найти свою аудиторию. И это выражается в том, что даже, например, может существовать тысяча блогов про Калифорнию, но все эти люди, скорее всего, будут рассказывать про Калифорнию и так, как рассказывала бы я. Также это выражается в том, что люди говорят с разной скоростью, они используют разную речь и, соответственно, на каждого такого человека найдется свою аудиторию. Что лично вам дает такой блог? Если у вас есть внутреннее желание делиться чем-то с миром, то реализуя его через блог, вы получаете огромное количество удовольствия, не знаю, эндорфинов и прочих положительных эмоций от того, что люди читают вашу информацию, присылают вам благодарственные письма, вы понимаете, что вы кому-то помогли. Это делает реально ваш день счастливее. Следующая причина завести блог и бонус, который дает вам создание и ведение какого-то блога, заключается в том, что через блог можно находить клиентов. Как и почему это работает? Люди постоянно что-то ищут в интернете. В какой-то момент они натыкаются на ваш блог, подписываются. Если вы им нравитесь как личность, если та информация, которую вы создаете, оказывается полезна, через какое-то время у них выстраивается доверие к вам и у них также является возможность, в общем-то, вашу информацию проверить на деле. То есть они понимают, что она действительно приносит пользу, даже вот эта вот бесплатная информация. То, естественно, когда им понадобится обратиться к юристу, психологу или куда угодно еще, они выберут вас, потому что у них уже есть к вам определенное доверие. Для многих людей не очевидно, почему бесплатный контент может приносить клиентов. Ведь люди и так все прочитают и пойдут дальше. И да, действительно, есть люди, которые придут на ваш сайт, ваш блог, изучат бесплатную информацию и не обратятся к вам с услугами. Но у вас нет задачи конвертировать каждого читателя в клиента. Если читателей много, так или иначе, какой-то процент из них будет готов получать услуги. У меня, наверное, такой самый яркий пример был с моим сайтом о Бали. То есть изначально я вела сайт просто как хобби для друзей, потом в какой-то момент я решила сделать его каким-то таким профессиональным ресурсом про Бали. И мне никогда не приходило в голову, что кто-то может добровольно заплатить мне денег за консультацию, чтобы я ему рассказала примерно то же самое, что уже есть на сайте. Но есть огромное количество людей, у которых нет времени читать. Есть люди, у которых особая ситуация, решение которой они не могут найти из той информации, которая уже есть в интернете, на вашем сайте или на каких-то других ресурсах. Есть люди, которые в принципе не могут принять решение, и им хочется поговорить с живым человеком. Поэтому если вы предоставляете услуги в какой-то области, то ведение блога это достаточно хороший инструмент для привлечения дополнительных клиентов. И по сути это бесплатное в определенном смысле привлечение. Ну да, вы потратите какое-то время, но написав статью один раз, она будет на вас работать годами. И вот как у меня, например, получилось с Бали-блогером. В какой-то момент я перестала писать новые статьи, но на протяжении последующего года, даже когда я уже не писала статьи, все равно ко мне обращались люди и просили какой-то консультации по Бали. Если говорить о таком вот методе документирования своей жизни через блог, то есть, наверное, следующая причина тоже завести блог. Предположим, вы, иллюстратор, дизайнер интерьеров, копирайтер, еще что-то. Причем вы можете как профессионально работать в этой области, как это может быть просто вашим каким-то большим хобби, большим увлечением. Вы можете внутри своего блога делиться своими работами, какими-то успешными кейсами. И самое главное, вы можете рассказывать кухню изнутри, да, то, что называется по-английски behind the scenes. Людям всегда интересно за кулиси, им интересно узнать, как что-то делать. Это даже касается малого бизнеса. Очень популярны проекты, где ребята, например, заявляют какую-то цель, мы хотим открыть, не знаю, кофейню, и потом рассказать, как они делают, да, в рамках, например, своего подкаста. И тут, на самом деле, получается, что вы убиваете многих зайцев, помимо того, что вы приобретаете какую-то аудиторию, у вас есть внутренняя мотивация продолжать, потому что, да, люди ждут от вас новых каких-то выпусков, у вас есть возможность рассказать о своей работе, и вы через это тоже получаете клиентов. Потому что, когда люди видят, там, результаты вашей работы, видят, как вы делитесь какими-то успешными кейсами в своих проектах, или, например, если вы, там, дизайнер инвестратора, да, вы можете, в общем, поделиться визуальными результатами вашего труда. У них есть возможность следить за вашей жизнью, за вашей личностью, за вашей профессиональной деятельностью. Это добавляет им доверия, интереса к вам, они понимают, кто вы, что вы, как вы работаете. И какие-то из этих людей, которые вас читают, слушают и изучают, они могут перейти тоже в разряд, на самом деле, клиентов. Причина завести блог заключается в том, что через блог можно расширять круг общения, выходить на интересных людей или на каких-то людей, на которых вы не могли выйти раньше. Когда вы введете блог на протяжении долгого времени, вы обрастаете определенную постоянную аудиторию, часть из которой может перейти в категорию ваших знакомых, приятелей и даже иногда друзей. Потому что, когда вы блогер, вам постоянно пишут люди, и вы можете выбирать, с кем из этих людей вы хотите общаться, поддерживать какие-то отношения, может быть, переходить на какой-то следующий этап общения. Также, например, какие-то люди, у которых я брала интервью для блога, или которые, наоборот, брали у меня какое-то интервью для блога. С очень многими из этих людей отношения из рабочих перешли потом в приятельские. И, в принципе, если не было бы блога, я бы никогда этих людей не узнала. Причем здесь это работает и как в личной истории, когда вы просто ведете блог как хобби для себя. Это также работает в какой-то профессиональной бизнес-историях. То есть, если мы говорим о каком-то профессиональном блоге, вы можете зазнакомиться с какими-то людьми, которые выше вас по экспертности или авторитетности. Потому что, когда вы их зовете гостем в ваш, например, блог на интервью, у них гораздо больше шансов согласиться, чем если вы просто им скажете «Привет, я Стелла Васильева, большой твой фада, давайте подружить». Ну, в принципе, даже вот помимо этих активных контактов, когда вы идете на контакт или вас кого-то кто-то зовет на контакт, все равно так или иначе, когда вы крутитесь в определенной индустрии, вы обрастаете знакомыми. Например, когда я начала вести подкаст, я попала в так называемый подкастерский чатик, и через него, например, я узнала о девочке, которая тоже делает подкаст, она случайно оказалась здесь тоже в Калифорнии, мы с ней встретились и теперь общаемся. То есть, блоги, они действительно создают вокруг тебя какое-то огромное количество возможностей по нахождению людей со схожими интересами, по нахождению людей со схожими взглядами на жизнь, не знаю, на какие-то еще другие вещи. Особенно, мне кажется, это актуально для людей, у кого блоги очень тематические, и ты, например, находишься, условно говоря, в каком-то небольшом городе или в каком-то месте, где тебе не хватает общения по твоей теме, заводя такой блог, да, ты, в общем-то, привлекаешь к себе виртуальную аудиторию, то есть людей, которые находятся, может быть, по всему миру, которые интересуются такой же темой, как и ты. И такое даже виртуальное общение, ну, когда-то оно может, в принципе, развиртуализовываться, мне кажется, добавляет больше смысла и тебе, и твоему хобби, и позволяет тебе тоже развиваться внутри этого хобби. Помимо этого, ваш блог будет вашим дополнительным портфолио, то есть, например, когда я только приехала на Бали, я решила, что, наверное, я могла бы работать копирайтером. Понятно, что никто не возьмет меня писать какие-то серьезные статьи, и тогда я стала вести свой блог, писать какие-то статьи, и это тоже было в каком-то смысле моим портфолио, и через это я находила тоже каких-то заказчиков, людей, которые говорили, «О, слушай, классные у тебя статьи, мы хотим в таком же ключе для нашего проекта». Или, например, представим, что вы начинающий художник-иллюстратор, вы что-то просто делаете в своем блоге в формате какого-то своего хобби, и гипотетически вы бы хотели начать работать в этой области, стать фрилансером, или, может быть, даже пойти в какое-то классное агентство работать. И вот у вас может не быть еще профессионального портфолио, но когда у вас есть хороший, мощный, качественный блог, вы можете этот блог показывать вашему потенциальному работодателю как некий проект, который вы делаете. И, соответственно, это будет отличной строчкой в вашем резюме. Если до этого, да, мы говорили больше, например, о людях, которые в каких-то таких специальных профессий, то представим, что вы просто, например, бренд-менеджер, и вы ведете какой-то блог на интересующие вас темы в маркетинге. На самом деле, через этот блог вы можете сделать гораздо более сильным ваше резюме. И также, на самом деле, ваш блог может быть местом, которое даст вам в последующем работу. И здесь я не имею в виду, что блог станет вашей работой, а оно даст вам каких-то работодатик. И это, наверное, какая-то следующая причина. Например, из моей жизни я в какой-то момент решила, что я хочу взять какие-то либо фрилансы, либо портаймы здесь, в Калифорнии. У меня есть мои блоги, и когда я людям говорю, вот, пожалуйста, я могу делать подкасты, я могу делать то, сё, пятое, десятое, монтировать видео, ещё что-то, это, по сути, является моим резюме. И таким образом, я достаточно быстро для себя нашла подработку как продюсер подкастов. То есть, я помогаю другим людям сейчас здесь, в Америке, у меня уже есть несколько клиентов. И чтобы эти люди доверились мне, пошли ко мне, всего лишь было достаточно, что они послушали мой подкаст, они понимают, что у меня есть свой опыт в этой индустрии, и они готовы меня нанять. Таким образом, мой блог стал, в общем-то, моим резюме. Ещё один, наверное, пункт, который бьётся с какими-то тоже предыдущими, что ваш блог может быть для вас местом для тренировки ваших каких-то навыков, знаний, ещё чего. Это, наверное, не абсолютно во всех индустриях применимо, но однозначно применимо во многих. То есть, сам простой пример, что если вы хотите стать журналистом или ещё чем-то, вы можете начать с себя. То есть, вы можете сделать свой подкаст, своё видео, свой текстовый блог, и вы можете создать свою медийную платформу. И вы можете вот внутри этого блога тренироваться. Не знаю, вы хотите когда-нибудь быть фитнес-тренером, вы можете завести свой канал, давать какие-то там микросоветы, уроки по фитнесу. Ну, желательно, чтобы, конечно, эти сайты были подтверждены какими-то научными или какими-то знаниями профессиональными, где-то получными. Но так или иначе, вы можете начать с того, что вы просто как блогер об этом рассказываете, делитесь своим опытом, набираете опыт, опыт ведения, не знаю, тренировок, опыт рассказывания людям про то, что им надо сделать. И таким образом, потренировавшись на блоге, вы потом можете переходить на следующий этап, да, вот в какую-то уже более профессиональную тренировку. Следующая причина, она заключается в том, что заводить блог можно не только тогда, когда ты эксперт в какой-то области, ты в чем-то там разбираешься и много чего про что-то знаешь. Также полезно заводить блог, когда ты только начал интересоваться какой-то темой, ты начал что-то изучать, что-то осваивать. Ну, по крайней мере, если ты чувствуешь, что это какая-то более-менее долгосрочная история. Конечно, если ты знаешь за собой, что эта тема будет интересовать тебя вместе с другой, нет смысла идти в блоги, потому что блоги – это более долгосрочная история. Блог позволяет тебе лучше развиваться в этой области. Когда ты делишься какими-то знаниями, которые ты получил или каким-то опытом, который ты прошел, я не знаю, может быть, проблемами, с которыми ты столкнулся. Когда ты этим делишься, ты, во-первых, рефлексируешь на свою жизнь и на свой процесс обучения, ты, опять же, обрастаешь какой-то аудиторией, которая тоже, может быть, в данный момент изучает эту тему. И вы можете друг друга поддерживать тем, что люди будут давать какую-то обратную связь, советы, они будут учиться на твоем опыте, делиться своим каким-то опытом, лайфхаками. Но также ты, когда ты садишься, например, писать статью или делать какое-то видео, ты так или иначе к этому процессу готовишься. И, например, как у меня часто бывало, что в процессе написания какой-то статьи я перед этим читала какие-то дополнительные материалы, проверяла какие-то факты, проверяла какие-то данные, которые у меня были, да, чтобы быть менее голословной, более соответствовать реальным фактам. Поэтому это помогает упорядочить твои собственные знания. И также это тебя мотивирует что-то новое писать. То есть ты все время хочешь делать новые материалы для своего блога, соответственно, у тебя есть желание тоже развиваться. Еще, кстати, интересный момент, чуть не забыла. Когда вы осваиваете какую-то новую область, блог может помочь вам получать какие-то дополнительные знания бесплатно. Что я имею в виду? Вы можете делать интервью или, в принципе, выходить на уровень общения людей, которые уже разбираются в этой области. Вы можете, например, какого-то человека позвать к себе в подкаст, в видео, не знаю, в статью, как интервью, и задать ему те вопросы, которые интересуют вас. То есть если вас интересуют конкретные профессиональные или личностные вопросы, вы задаете этому человеку, и он вам на них отвечает. Если бы вы просто были каким-то рандомным человеком, который написал бы тому профессионалу и сказал, ой, пожалуйста, ответь на мои вопросы, возможно, он бы не ответил. Но в формате интервью у вас гораздо больше шансов попасть к этому человеку на аудиенцию и получить от него ответы на те вопросы, которые вы бы хотели. Следующая причина немножко вытекает из предыдущей, но я бы хотела все-таки выделить ее в отдельный блог. Представим, что вы тоже что-то изучаете, двигаетесь по какому-то пути, у вас есть какая-то цель, вы осваиваете какую-то новую область. Например, вы решили стать минималистом, и вы хотите рассказывать в блоге о своем пути минималиста. То есть вы рассказываете о том, что вы узнали, что вы применили, какой опыт, какие проблемы. То же самое, например, это может быть какая-то история с тем, что у вас есть цель по сбросу веса, или какая-то спортивная цель, в общем, все что угодно. И вы, соответственно, в блоге документируете свой путь движения к этой цели. Помимо того, что это мотивирует вас узнавать что-то новое, обретать аудиторию, которая увлечена тем же самым, самое главное, это дает вам, так скажем, публичную ответственность. Есть в английском такое классное слово accountability, когда ты заявил какой-то результат, и ты, в общем-то, перед кем-то отчитываешься за этот результат. Одно дело, когда вы сами себе решили, что все, я сегодня буду минималистом, поделали немножко что-то, что делают минималисты, как-то подращистили свой дом, а потом через пару месяцев такие, ой, отчет, мне лень. Но из-за того, что у вас есть аудитория, из-за того, что у вас есть задача регулярно что-то публиковать в ваш блог, из-за того, что есть люди, которые присылают вам какие-то вопросы, ваша мотивация постоянно подпитывается, и вам проще оставаться вот внутри этого пути и продолжать двигаться к вашей цели. То есть это особенно, например, касается каких-то историй прям про спорт, про здоровье, не знаю, там, сбрасывание веса, когда вы публично об этом рассказываете, это как раз дает вам внутреннюю мотивацию продолжать это делать. Еще одна причина завести блог – это блог как возможность некой такой рефлексии, самотерапии, еще чего-то. Когда ты делишься какой-то информацией публично, ты на самом деле преодолеваешь огромное количество своих каких-то внутренних барьеров, комплексов, перепроживаешь эту информацию и так далее. Есть огромное количество блогеров, которые не ведут свои блоги на какие-то тематики конкретные, или это не какие-то профессиональные блоги, индустриальные. Они просто рассказывают о своей жизни, о каком-то жизненном опыте, о каких-то жизненных уроках, о чем-то, что у них получается, что не получается. И на самом деле вот такой вот способ перепроживания своей собственной жизни, или перепроживания каких-то своих эмоций, чего-то, что в твоей жизни происходит через блог, оно на самом деле является очень ценным, потому что рассказывать публично о каких-то вещах – это достаточно такой большой вызов самому себе. И этот вызов в конечном итоге он тебя очень многому учит, Потому что если ты, например, вышел и публично рассказал в блоге, например, да, как у меня было, я сделала видео про Child Free, то это добавляет тебе огромный, не знаю, такой запас вообще внутренней силы на эту тему. И теперь, естественно, если какой-то знакомый или родственник хочет со мной поговорить на тему Child Free, для меня это уже, ну, то, что называется по-английски piece of cake, да, это уже какой-то пирожок просто на тарелочке, потому что я уже столько услышала и получила в ответ на те видео, да, по теме Child Free, что, в принципе, невинные комментарии знакомых уже не могут пробить никакую броню. Это не должна быть обязательно какая-то тема вроде этой, это может быть просто ваш какой-то жизненный опыт, что-то, что вы проживаете, и вы этим делитесь. И здесь тоже очень ценно, что вы, опять же, можете обрастать какими-то людьми, с которыми вы на одной волне. Например, у меня есть пример каких-то блогов, которые я время от времени читаю, и когда я, например, читаю что-то, что у меня очень сильно отзывается, я этому человеку, например, пишу, она мне отвечает. И вот такое тоже общение, оно тоже даёт какую-то дополнительную поддержку, да, от совершенно вообще внешнего для тебя человека, то есть это не близкий друг, не родственник, но это какой-то такой уже виртуальный друг, с которым есть определённая высокая доля доверия и высокая доля ценности, которую человек даёт. То есть, в принципе, через такие вот блоги, да, через описание своего жизненного опыта люди находят единомышленников в каких-то, например, сложных ситуациях, да, когда люди описывают какой-то травматичный опыт, у них есть возможность соединиться через интернет таким образом с теми людьми, которые проходили похожий опыт, да, и как-то, в общем-то, другую руку поддерживают, помогать, это тоже может быть одна из причин. Следующая причина завести свой блог, ну, она, наверное, не будет самой главной, но она на самом деле довольно-таки значительная, и о ней тоже многие не думают. Когда вы ведёте блог какое-то продолжительное время, вы набираете определённый медийный вес в этой области, в этой там индустрии, не знаю, сфере, и благодаря этому вы можете получать какие-то бонусы. Они могут быть как эмоциональные бонусы, так и какие-то более материальные, например. Какие-то могут быть бонусы. Если говорить об эмоциональных бонусах, да, то это, наверное, что-то такое про призвание, про узнаваемость, про, не знаю, какую-то славу, ещё что-то. Вас могут звать на какие-то интервью, и иногда, в принципе, приятно, когда зовут, да, на интервью. Вас могут звать на какие-то мероприятия, может быть, спикером, каким-то экспертом, вашего комментария просят, и всё это, ну, кому-то это важно, кому-то это не важно, но это всё тоже дополнительные эмоциональные бонусы. Помимо этого есть какие-то тоже материальные моменты, что вас могут звать гостем или, например, участником на какую-то конференцию, на которую так бы вам пришлось бы заплатить Когда у тебя есть, например, возможность попасть на какую-то тематическую конференцию бесплатно, за которую тебе не надо платить, это очень приятно И ты понимаешь, что все те годы, которые ты ввел в свой блог, это все было не зря Какие-то ситуации вы можете даже сами писать и говорить, вот я такой-то блогер, хочу попасть на вашу конференцию Не представляете ли вы для блогеров какие-то бесплатные билеты В определенных тоже областях блогинга, например, в тревел-блогинге распространены такие тоже материальные бонусы, что вам предоставляют какие-то услуги бесплатно. Например, когда я вела проект по Бали, я отправлялась в какое-то там путешествие, я могла написать в отеле, сказать, что, ребята, давайте я вам сделаю обзор вашего отеля взамен проживания в отеле, еще что-то. Там другие какие-то примеры материальных радостей, что если человек ведет какой-то технологический блог, ему могут бесплатно доставаться какие-то программы, приложения, гаджеты и так далее. Ну и опять же тоже такой есть момент, вот как раз он бьется с тем пунктом, где было про обучение, что если, например, вы хотите получить какое-то бесплатное обучение, пройти какой-нибудь онлайн-курс, и у вас всегда есть возможность написать автору этого курса или владельцу этой программы о том, что вы готовы, например, про них сделать обзор или готовы как-то обменяться бартером, вы их анонсируете, они вам за это дают бесплатное обучение. То есть получается, что вы очень много чего можете получать дополнительно к вашему блогу, то есть может быть ваш блог по факту вам денег не приносит, но он может позволять вам экономить какие-то деньги. Это, конечно, не должно быть самоцелью, но это тоже такой приятный момент, когда там у тебя есть какие-то положительные бонусы, эмоциональные материалы. Ну это, наверное, какие-то такие основные причины. Если вдруг я что-то забыла, то у вас есть возможность написать об этом в комментариях, может у вас какой-то свой тоже взгляд на это. И напоследок я хотела, как обещала, поделиться бонусом, рассказать о той причине, по которой не надо идти в блогинг. Это причина – деньги. То есть если у вас единственная мотивация заводить блог – это зарабатывать на блоге, то это достаточно плохая мотивация. Я искренне считаю, что блоги, вот те бонусы, о которых я рассказывала, представляют гораздо лучше, чем шанс зарабатывать на блогах. Я как человек, который с 2011 года ведет блоги, можно сказать, профессионально, я хочу сказать, что не всегда ведение блога или подкаста или YouTube-канала может вылиться в такую деятельность, где ты зарабатываешь себе там 100% на жизнь. Конечно, можно облегчить себе задачу тем, что вы живете в каком-нибудь дешевом месте, типа Таиланда и Бали, и для меня долгое время это было решение. То есть я жила на Бали осознанно, понимая, что жизнь на Бали стоит дешевле, чем, например, в Москве или в Калифорнии или где-то в Европе. И, соответственно, мне не нужно много денег, соответственно, те доходы небольшие, которые приносят мне мои блоги, они достаточны для того, чтобы покрывать мои расходы. Но при этом есть люди, которые и даже до этой ступени, как я, не дошли. Конечно же, есть огромное количество людей, которые, там, не знаю, имеют миллионы подписчиков и зарабатывают огромные деньги, демонстрируют, как они ездят на крутых тачках, на крутых пляжах. Сегодня они в Нью-Йорке, завтра они там на Мальдивах или еще где-то. Но это единицы, и какие-то из этих людей попали туда случайно, ну, просто так сложились обстоятельства. Но это та фортуна, которая не происходит с каждым человеком. Другая часть людей пришли туда таким достаточно упорным трудом плюс вложенные деньги. Особенно сейчас, да, когда уже все сферы блогинга, в принципе, заполнены другими блогерами. Просто так надеются, что я сейчас приду, напишу три статьи или сниму два видео и буду в топчике. Такого, к сожалению, не происходит. И, соответственно, если мотивация денежная, то должна быть готовность вкладывать деньги, да, какие-то серьезные в этот проект. Я приложу внизу ссылку видео Саши Митрошной. Она там как раз рассказывала, что она вкладывала сотни тысяч рублей каждый месяц в рекламу и в продвижение своего Инстаграма. То есть, если вы готовы подойти к своему, например, блогу как бизнес-проекту, то есть, действительно, у вас есть бюджет, инвестиции, вы вкладываете в развитие проекта, вы не планируете просто забирать, да, деньги от этого проекта, а вы готовы их дальше реинвестировать, тогда это вариант. Если вы просто хотите ввести какой-то блог и надеетесь, что в какой-то момент это сделает вас обеспеченным человеком, то, к сожалению, так не всегда происходит. И, в принципе, я сама достаточно редко монетизирую свои проекты, и не все у меня проекты монетизированы, потому что монетизация, она тоже накладывает определенные, так скажем, отпечатки. Когда ты делаешь проект для себя, ты можешь выбирать, с какой периодичностью ты выходишь, в каком формате, что ты говоришь, что ты делаешь. Когда ты заточен исключительно на монетизацию, то в какой-то момент ты теряешь реальную нить вообще со своим блогом, и ты начинаешь думать о том, хорошо, а что мне такое написать или сделать то, что зайдет. Когда, например, я вела блог об Али, я понимала, что я всегда могу нагонять там публику какими-то такими статьями. Из разряда приехала Paris Hilton, шла по Кутис, поткнулась, упала, у нее там разорвалась юбка до шеи или там. На любой какой-то такой теме можно поднимать количество подписчиков. Но я каждый раз, я говорила, вот здесь в английском хорошее слово true to yourself, да, быть, оставаться верным самому себе. То есть мне было важнее оставаться верным самому себе. Для меня всегда первично был контент, и соответствует этого контенту тому, во что я верю, и чем я хочу заниматься. Потому что если я делаю что-то исключительно ради того, что хоть аудитория, которая готова платить, да, или какие-то вот такие хайповые, какие-то коммерческие темы, то чем это отличается от того, что я просто работала в офисе и получала свою шестизначную зарплату, в принципе, мне проще было вернуться обратно в офисе, также быть рабом какой-то структуры. То есть если я хочу быть свободным творческим человеком, то я выбирала всегда в пользу контента. Соответственно, я не выбирала в пользу денег. Поэтому тут такой момент. Если вы готовы из проекта сделать работу, тогда это ничем не будет отличаться, например, от хождения в офис, то это одна история. Но я все-таки искренне считаю, что для 99,9% людей идти в блогинг ради денег – это плохая идея. Но я рассказала вам о разных плюсах, которые дает блогинг. Они, мне кажется, гораздо более ценные, эмоциональные какие-то плюсы, которые выражаются в том, что вы получаете огромную самореализацию. Ваша жизнь наполняется смыслом. Когда вы помогаете другим людям, и когда люди вам пишут письма о том, что какой-то материал что-то в них поменял, замотивировал, вдохновил на что-то, нет ничего ценнее этого. Когда у вас есть возможность, да, я говорил даже о каких-то легких материальных бонусах, когда у вас есть возможность, не знаю, попасть на какую-то конференцию, или вас приглашают на какое-то интервью, и вы понимаете, что вы кто-то, вы значимы, вы кому-то нужны, это тоже очень ценно, и это тоже добавляет вот по кирпичикам в вашу, не знаю, счастливую личность. Ну, уже не говоря о том, что вы обрастаете какими-то классными знакомыми, друзьями, и я вот когда сейчас думаю, что у меня есть какие-то друзья, с которыми мы сблизились, именно потому, что, например, я у них брала интервью, и потом как-то вот мы на почве интервью задружились, и теперь мы там очень близкие друзья. Это гораздо ценнее. Кстати, ребята, если вы попали на это видео, потому что вам интересна тема блогинга, может быть, вы задумаетесь о том, чтобы сделать блог, я у себя на сайте сделала целый раздел, посвященный этой всей тематике, созданию блогов, ютюбов, подкастов, письменных блогов, сайтов, всего чего угодно. На сайте есть раздел с видеоуроками, там можно купить целый полноценный курс, например, курс по запуску письменного блога, курс по запуску подкасты, есть какие-то более короткие программы в виде вебинаров, курс монтажа и так далее. Раздел видеоуроков каждый месяц пополняется, поэтому имеет смысл заходить туда регулярно. Если самостоятельное онлайн-обучение по видеоурокам это не совсем ваша история или у вас какая-то сложная ситуация, то, опять же, есть консультации, есть коучинг. Формат коучинга — это когда мы с вами встречаемся регулярно, каждую неделю ставим какие-то задачи по вашему проекту, обсуждаем сложные моменты. Если вам требуется какая-то информационная поддержка, то я ее тоже оказываю. Если пока вы еще только присматривались к блогингу, не готовы вкладывать никакие деньги, то участвуйте в вебинарах. Раз или два раза вместе я провожу вебинары, они бесплатные и они очень подробные. Какие-то вебинары я делаю тематическими, на каких-то вебинарах я разбираю ваши ситуации, ваши вопросы. По сути, это формат мини-консультации. Чтобы ваш проект или вопрос попал в вебинар, нужно заранее прислать его на сайт. Если вам это интересно, то внизу будет ссылка. Переходите, изучайте эти материалы. Также подписывайтесь на рассылку, где я буду делать анонс каких-то всяких интересных штук, связанных с блогингом. Ну и все, до встречи в следующем выпуске. Если вам нравится то, что я делаю, не забывайте ставить лайки. Пока-пока, до встречи в следующем выпуске.